Заряжу свой клеевой пистолет. Кто любит чистить зубы? Никто не любит. Наша супер перчатка высохла, а я сдаюсь. Эксперимент. Канат. Куда же смотрит наша Софиша? Про лайфхак с мытьем, который они показывали. Ужасно вредный совет. Привет, я Энни Мэджик и со мной тут мои собачки, кошечка. И я подумала, что что-то мы давно с вами, ребят, не проверяли лайфхаки. Так что сегодня мы будем проверять лайфхаки для животных от Трум Трум. Какие-то из них полезные, какие-то не очень. А пока подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать наши самые новые видео из жизни с питомцами. И начнем. Увидела я тут у Трум Трум. Лайфхак для котиков. Кошачья игрушка самодельная. Для этого нам понадобится перышко, веревочка и гелевый воздушный шарик. Я думаю, что лайфхак этот работает. Это, в принципе, неудивительно. Лайфхак для тех, кому лень играть со своей кошкой самостоятельно. Может быть, у вас есть несколько перышков, вы их можете склеить, может быть, и только одно. Но суть в том, чтобы крепко закрепить его на веревочке, а эту веревочку привязать к гелевому шарику. И шарик можно опустить. Так как то, что мы к нему прикрепили, имеет хоть какой-то вес, он не поднимется и не будет висеть под потолком. Он как бы будет летать где-то в комнате, и когда кошка будет с этим перышком пытаться играть, он же будет передвигаться, улетать от нее. И да, лайфхак действительно работает. Вот такая вот кошачья игрушка для очень ленивых. Но опять же, есть маленький минус. Опасность того, что шарик лопнет и напугает кошку или других животных в доме. Кстати, не забывайте писать нам свои волшебные комментарии, потому что случайные появляются в ролике. И ставьте лайк этому видео, если хотите еще каких-нибудь проверок. Не только лайфхаков, но чего-нибудь еще. Мишка, он моя хрюшка. А для следующего лайфхака нам понадобятся ножницы, опять же, какая-нибудь веревочка или ниточка и старый или ненужный вам свитер. Рукавчик должен быть с отворотом, или же отверните его сами вот так как-то и отрезать примерно вот столько нужно будет. Свитер настолько старенький, что в одном из рукавчиков у меня уже просто дырка даже, поэтому получится сделать только одну такую штучку. И некоторые из вас могли подумать, потому что видели в наших роликах, что это костюмчик для кошки или собаки, которые тоже можно сделать из рукава, но нет. Я, кстати, уже снимала несколько проверок разных лайфхаков для животных. Я ссылочки, если что, в описании оставлю или в подсказке добавлю. А еще сама делаю какие-нибудь DIY для животных, советы даю, так что потом в плейлистах поищите. И теперь наша задача положить как-то примерно вот так вот этот кусочек рукава и перевязать вот здесь вот его хорошенько веревочкой. Очень прям хорошо, желательно, может быть, несколько взять ниток. Мне главное сейчас вот эту вот как бы часть немножко подраспушить. У меня получилось, конечно, не так красиво, как у ребят. Возможно, нужно было взять другую ткань или получше постараться. Но в любом случае лайфхак работает, и у нас есть вот такая милая шапочка зимняя для питомца. Возможно, это не самая необходимая вещь в гардеробе животных, но у некоторых собачек действительно на прогулке зимой мерзнут ушки. Или, как советует Трум-Трум, можно реально поделать милые фоточки для инстаграма. Кому больше всех, по-вашему, идет шапка. Посмотрите на этого милого кролика у меня на руках. Кстати, ребят, сегодня на канале Magic Pets, моих волшебных питомцев говорящих, тоже очень прикольная, я думаю... И на моем канале не Magic, наконец-то, тоже ролик. В общем, ссылочки будут в описании, они выйдут после этого видео, так что сходите уже потом и посмотрите. А мы едем дальше. Заряжу свой клеевой пистолет и поставлю его нагреваться. А мы сейчас проверим очень жизненный лайфхак с чисткой зубов. Да, Юмичу. Нужно отрезать вот так вот головку зубной щетки. Желательно детской для маленькой собачки, но для большой подойдет и обычная. На удивление, ребят, обычные ножницы достаточно быстро отрезали вот эту верхнюю часть зубной щеточки. И теперь наша задача при помощи клея приклеить на указательный палец вот такой вот обыкновенной перчатки. Прямо вот сюда. Дождемся, пока она приклеится. Этот лайфхак якобы заменяет специальную зубную щетку для животных. Да, кто любит чистить зубы? Никто не любит чистить зубы. Или же вот такой напальчник для массажа и чистки зубов собак и кошек. Но есть одна проблема. Трум-трум, так же, как и я в своих очень старых видео многолетней давности про лайфхаки, предлагает наносить зубную пасту на игрушку типа канатик или мячик. И якобы, когда питомец будет играть, это почистит ему зубы. Но это далеко не так. Собака скорее наестся зубной пастой, у нее не будет так сильно пахнуть изо рта. Может быть, слегка она где-то что-то почистит. Но вот этот зубной камень, который образуется у собак на зубах со временем, и вот эти вот все, весь налет, он никак не счистится этой игрушкой. Точно так же, как не работают вот эти вот все зубочистики, всякие лакомства для зубов. Если вашей собачке или кошечке не годик и не два, а она постарше, и вы никогда в жизни не чистили ей зубы, то, скорее всего, если вы посмотрите, зубы у нее не белоснежные, как должны быть, а вот с таким желтым налетом. И этот желтый налет, это не просто цвет зубов, а это плотный слой камня. И если с такими зубами вы пойдете к ветеринару, и он будет счищать этот камень специальным вот таким вот, например, стоматологическим приспособлением, как делаю это я, или ультразвуком, что я, кстати, вообще не приветствую и считаю, что лучше этим все-таки не пользоваться, то вы просто офигеете, какие куски, как будто бетонные, желтые, будут отлетать от зубов вашего питомца. Наша суперперчатка высохла. Смотрелась. Меня смущает то, что это приклеено все-таки на клей. Ну, в принципе, что-то даже получается, но это очень неудобно. Да, ей явно не нравится. Не знаю, попробуйте это со своей собакой или кошкой, я сдаюсь. Короче, работает этот способ больше, как способ с игрушкой, потому что особо много ты там не начистишь. И плюс ко всему, не все собаки любят вкус и запах зубной пасты, какой бы просто ароматизированной она ни была, не всем он понравится. И вот я провела недавно эксперимент. Я не могу. А лакомства эти вообще, мне кажется, они быстрее съедают, чем чистят ими зубы. Хотя, да, это тоже немножко помогает, больше именно как профилактика. Кто с нами на канале уже достаточно долго, тот знает, что я уже довольно давно кормлю своих собак только вот этим кормом, кормом платином. У нас даже мисочки теперь вот такие вот прикольные есть. Но так как платином это достаточно разносторонняя фирма и это иностранная марка, они выпускают еще какие-то штуки для питомцев. И я постоянно слежу за новинками. Я летом вот вам рассказывала про вот такой вот очень прикольный кремик от всяких ранок, царапин, укусов насекомых. Я узнала, что у них сейчас есть линия целая для ухода за полостью рта и зубами для питомцев, собак и кошек в том числе. И я захотела это проверить, потому что в нашей жизни, к сожалению, такая проблема есть. Если вы смотрели ролик про то, как мы с Софишей ходили в ветклинику, ей даже нужно удалять один зубик из-за воспаления. Его уже не спасти, потому что Софиша уже достаточно взрослая, а Эйвен еще старше нее, и у него с зубами еще большие проблемы. И ветеринар все-таки сказал, что положение у нас хорошее в таком возрасте для маленьких собак. В норме там не иметь 10 зубов, а у нас еще пока все зубы на месте. И я специально, чтобы провести эксперимент с вот этими вот штуками, целый месяц не чистила зубы вообще собакам. Вот так выглядели зубы Эйвена спустя месяц нечистки. То есть очень много налета и камня. Точно так же было практически и у Софит. У Миши тоже чуть получше, но все равно много камня. Ну, в общем, у Кисы, Алисы и у Юмичу, ввиду того, что они совсем молоденькие и маленькие, у них этого камня и сейчас нет. А если у Юми иногда образуется налет, то он счищается легко обычной щеткой с пастой. Вот такие вот идеально белоснежные зубки, просто и клыки у Юмичу не хочет показывать. Так, вы все-таки любите меня за скорость и за то, что я говорю быстро, по факту и по делу. В общем, это гель, а это спрей. Оба они платинумы, оба, по сути, для одного и того же. В этой линейке представлены еще какие-то другие продукты. Я не буду вас путать. Я оставлю в описании ссылку на сайт платинум, где вся эта продукция есть, в том числе корм. И вот эти штуки вы там тоже можете заказать. В общем, повыбирайте там, потому что вкусы у них разные. Например, вот это вот с лососем. И они ее очень за это любят. Состав у них полностью натуральный. И суть геля в том, что вы наносите его вот так вот и массируете его, втираете прямо в десна и зубы собаки. И собаки не отказываются от него. Лучше всего за 30 минут до и после ничем не кормить, не поить. Я это делала всем своим собакам в течение месяца каждый день по два раза. Можно использовать еще и зубную щетку, чтобы как лучше был эффект, если, например, слишком сильный камень. А вот эта штука, это уже спрей. Он, по сути, для того же самого и в том числе от запаха изо рта. Шать! Вот насколько меньше налета стало на Софишкиных зубах при простом использовании спрея и геля. Вот насколько в лучшую сторону изменилось состояние у Эйвена, хотя у него вообще было очень все плохо. И вот настолько лучше стало все у Мишани, включая вот те дальние клыки. Фух, погрузила вас немножечко, да, ребят? Но все-таки этим я и отличаюсь тем, что я не перестаю давать вам полезные советы в любых роликах, даже развлекательных. А нам понадобится для следующего кайфшачьего лайфхака вот такая вот веревка. Я ее купила, это канат... Ну да. Когтеточку на своем домике киса Алиса, к сожалению, уже уничтожила. И Трум-Трум предлагал нам при помощи подобной веревки только цветной и каких-то штучек сделать когтеточку в виде кактуса из труб и посадить ее в горшок. Я очень сильно сомневаюсь, что это надолго, по крайней мере для киса Алисы точно. Поэтому я предлагаю апгрейдить их... Я взяла вот такую вот тяжеленную, ну потому что в ней налита вода, 5-литровую бутылку, которую она не сможет уронить, я думаю. Можно создать, как я, например, вместе с вами свою собственную когтеточку для кошки с кучей игрушек. Эта когтеточка удобна для переноски из места в место, из комнаты в комнату, она очень тяжелая, скорее всего, она ее не уронит. И здесь вот эта самая веревка, об которую Алиске будет приятно точить коготки. Лично для меня у Трум-Трума эти оба варианта были не особо надежные, но, по крайней мере, для моей кошки разрушить их когтеточки, ну, займет максимум полчаса. Не знаю, конечно, как для ваших. Кстати, этим же способом можно будет починить Алискину когтеточку в домике. Еще одна прикольная развлекательная штучка для вашего времяпрепровождения с питомцами. Для нее вам понадобится картон, ножницы и вот какая-нибудь палочка, а также то, чем вы будете рисовать. Рисовать вы можете, в принципе, чем угодно, красками, фломастерами, маркерами. Я, например, люблю черную гелевую ручку. Вы, конечно, можете просто что-то распечатать, но ведь вся фишка в том, чтобы сделать что-то прикольное свое для своего же питомца. Сейчас, когда я взялась за вырезание, я поняла, что прикольнее все-таки было бы, наверное, рисовать цветными фломастерами. Кстати, вы можете в комментариях как-нибудь дополнить мою к вечеру уставшую фантазию и написать, что можно было бы еще прикольного такого нарисовать. Можно оставить вот так квадратики и приклеить на палочку, а можно вырезать прям ротики, глазки, выражения лиц какие-то. Можно делать это из каких-то других материалов, не из бумаги, например, вот как здесь, из ткани сделаны усы, наклеены на палочку. Или вот как-то так раскрасить, например. И вот я приклеила свои глазки на такую черненькую трубочку и получилось что-то вроде этого. Такая вот масочка для животных. Куда же смотрит наша Софиша? Надо будет сделать такую фоточку в инстаграм для всех. Или надо будет наделать каких-нибудь разных мордашек и поэкспериментировать. Кто там опять хрюкает? Кстати, про лайфхак с мытьем, который они показывали. Чтобы собака или кошка не скользила в ванне или в раковине, очень удобно будет постелить на дно какое-нибудь полотенечко, например. Я тоже советовала вам так делать, но главная ошибка Трум-Трума в этом видео в том, что они, когда собака боится, гладят ее и успокаивают и говорят об этом. И вот это ужасно вредный совет на миллионную аудиторию, к сожалению, и я пытаюсь с этим бороться. Ни в коем случае не надо поощрять собаку, гладить, лелеять, хвалить ее, когда она боится. Иначе собака подумает так. Ага, вот так я себя веду, боюсь, трясусь, нервничаю. И хозяин за это меня хвалит, любит, заботится обо мне. Значит, вот так все время и надо себя вести. Лучше всего такое поведение игнорировать и не поощрять собачий страх, иначе собака все время будет бояться, потому что будет думать, что вам это нравится. Ну и, конечно же, любое животное нужно приучать к купанию постепенно и последовательно, и тогда оно будет нормально к этому относиться. Голосуйте, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы уже очень устали, у нас поздний вечер, и нам пора отдохнуть. Переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах, и увидимся скоро в новых эпичных, интересных, движовых роликах не только из дома. Все, пока!